Обсудил вопросы региона с чернобыльцами. Представитель ЗАГС Собрания области встретился с ликвидаторами трагедии на Чернобыльской АЭС. На повестке дня насущные проблемы тех, кто не допустил распространения радиационного облака. В первую очередь ликвидаторам чернобыльской трагедии нужно сохранить память о тех событиях. А это получается не всегда. Так, в Петушинском районе до сих пор не решен вопрос об установке памятника чернобыльцам. А во Владимире под вопросом судьба музея и архивных документов той аварии. Экспонаты и исторические бумаги собирали три десятилетия, а теперь неизвестно, кому их передать на хранение. Нехватка льготных медицинских услуг – еще одна проблема, которая беспокоит ликвидаторов. Добавляется много таких проблем, которые не решаются на нашем региональном уровне. Потому что если нет сегодня медицинской программы вообще в России по участникам ликвидации по медицине, то понятное дело, что где бюджеты регионов очень хорошие, стабильные, большие – Москва, Санкт-Петербург, ну и если взять там в Сибирске, то там они проблем не видят. Но мы их ощущаем, эти здесь проблемы. Эту проблему нужно решать на федеральном уровне. Впрочем, Владимир Киселев предложил на региональном уровне провести круглый стол в профильном комитете, на котором эти вопросы могли бы быть вынесены в правовое поле. Пообещал председатель ЗС помочь и с другими вопросами, и скоординировать активистов с исполнительной властью региона. Конечно, наша задача, задача органов власти всеми силами помогать этой общественной организации работать дальше, потому что они поддерживают друг друга, они еще и ведут большую пропагандистскую работу. Они встречаются со школьниками, они встречаются с молодежью, рассказывают о той вот этой страшной трагедии, которая тогда произошла.